Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В Москве скончался клубный промоутер Павел Пичугин, известный по прозвищу Паша Фейсконтроль. Мужчине стало плохо сегодня утром, но прибывшая скорая не смогла ничего сделать. Друзья и коллеги говорят о том, что бизнесмен не пил и вел здоровый образ жизни. От остановки сердца в столице скончался бизнесмен Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль. Клубному промоутеру было 38 лет. По сообщениям СМИ, ему стало плохо сегодня утром. Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь в апартаменты на востоке Москвы. Когда медики приехали, то он был уже при смерти. Реанимации онные мероприятия не помогли и в 11 утра специалисты констатировали смерть Пичугина. О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно. Отметим, что Павел известен светской тусовке Москвы как бескомпромиссный человек, который стоял на физконтроле самых известных клубов в середине 2000-х годов. Прославился тем, что не пустил на мероприятия нескольких знаменитостей, а также представителей золотой молодежи. Его деятельность не осталась незамеченной самыми известными музыкантами России. Например, группы дискотека «Аварии» и DJ Smash записали песню, которая так и называется «Паша Фейсконтроль». Беседуя с журналистами в 2017 году, Павел рассказывал, что поначалу работал в клубе «Титаник», где раздавал флайеры. После этого один знакомый позвал его в клуб «Библос» и предложил стать настоящим физконтрольщиком. Первые два уик-энда прошли отлично. После «Библоса» была пирамида Новикова, после пирамиды – джет-сет, после уже сгоробием Шамбала. Зима, лето, осень – Дягилев, вспоминал Пичугин. Публика знает его по работе именно в Дягилеве, где он однажды продал стол на Новый год за 42 тысячи долларов. Так получилось, что человеку негде было праздновать, он позвонил, я ответил, что стол уже продан за 20, а тот предложил в два раза больше. Я сидел в пиццерии, туда же мне привезли деньги в пакетах. Рублями, рассказывал Павел. В социальных сетях уже стали появляться послания, адресованные другу и коллеге. Так Анна Деречина написала, это огромная трагедия для семьи и друзей. Прошу всех перестать писать пошлые предположения и чепуху по поводу причины смерти. Ему недавно сделали операцию на коленный сустав. Врачи предполагают, что тромбоз. Пользователь с ником Сиарчи сообщил, что виделся с Павлом на прошлых выходных, во время празднования Хэллоуина. Был трезв как стекло и весел. Печаль, Паша, отдыхая с миром.